Добрый день! Здравствуйте! С вами студия ФФХ и сегодня мастер-гейм. Попробуем рассказать вам про новую игру настольную, как говорят некоторые, но на самом деле это варгейм и это по-моему абсолютно чистый варгейм во вселенной фоллаут. Обзор на коробку и то, что находится у нее внутри, вы уже видели на канале. Сегодня попробуем рассказать про правила и показать обучающую миссию, на которой сможете посмотреть механику игры. В коробке, как вы знаете, есть несколько брошюр. Вот эта книга правил, также есть книжечка с кампейном, из нее мы будем брать миссии. А нам предстоит сегодня разобрать все 60 страниц вот этой вот механики. Итак, настольная игра не сильно отличается от Вархаммера с точки зрения составления армии. Как мы уже привыкли, у каждого игрока есть своя армия, состоящая из юнитов. Сбалансированы они по очковой стоимости. Для примера, для теста, у нас две армии. Это сеттлеры выжившие и супермутанты. Расписка армии взята из обучающей миссии, поэтому баланс нам сейчас не потребуется. По сути, это то, что идет в стартере. Да, для этого мы, конечно, используем миниатюрки стартера. Так и есть. Что у нас по композиции армии? В каждой армии, состав каждой армии это юниты. Юнит может быть как из нескольких моделей, так и из одной. Для того, чтобы определить, что имеют юниты и какие у них характеристики, используются карточки. Для каждого юнита есть своя карточка, на которой написаны характеристики и параметры юнита. Оружие, снаряжение, какие-то способности выдаются в виде карточек, дополнительно прикладывающихся к карточкам персонажей и юнитов. Что из особенностей составления армии? В каждой армии должен быть отряд, который будет назначен лидером. У нас такого нет, но в правилах об этом сказано. И он получит небольшие бонусы к своим характеристикам, за это лидерство. У нас пока миссия обучающая, все юниты будто бы равны. С чего начинается, из чего состоит, в принципе, процесс игры? Весь процесс игры делится на раунды, внутри которых чередуются ходы игроков. Значит, каждый ход игрока, каждое его начало этого хода, игрок выбирает одну, как минимум одну или несколько, можно все модели, которые он собирается активировать на этом ходу. Для этого он помечает модель вот таким маленьким синим маркером. То есть, в начале каждого хода вы поставите один маркер на любую свою модель или несколько из них. Затем, в продолжении этого хода, вы должны будете принять решение, активировать эту модель или модели с этим маркером или не трогать ни одну из них. Если модель активируется, она совершает два действия. Действий несколько, типов действий несколько, это движение, стрельба, чарж, рукопашная атака, бросание предметов, исследование какое-то взаимодействие с чем-нибудь или что-то типа овервотча. Если вы решили, что никакую модель не используете, но маркер обязательно от нее поставите, то ход переходит к вашему противнику, он делает такой же набор действий. И, таким образом, вы продолжаете следовать, чередуясь друг за другом до тех пор, пока все ваши модели не получат этот маленький синий маркер. В этом случае вы должны будете немедленно активировать все свои модели. Таким образом, ваш ход закончится. Что еще можно сказать? На начало хода и порядок определения первого хода определяется сценарием. Можно бросить кубик для случайности, ну или Рульбук предлагает использовать, точнее передавать этот маркер тому, у кого меньше модели. Ну, данная миссия она у нас сюжетная, поэтому маркер уже у меня. Что нам предстоит сделать? Значит, по сюжету это водонасосная станция, в которой окопались выжившие. Им надо добыть воды, накачать ее из труб. Есть четыре компьютера, которые они будут последовательно активировать, и эти компьютеры будут качать куда-то там воду. Еще есть у них два насоса, первый и второй, которые позволят в автоматическом режиме качать воду. А супер мутантам ничего особенного из этого не нужно, им бы надо забрать себе этих сеттлеров или помешать им накачать себе воды. Вот так незатейливо. Также вы можете обратить внимание, по карте разбросаны маркеры. Это маркеры предметов. Если до них добраться и с ними производить, то можно будет получить некоторые предметы полезные или нарваться на какие-нибудь неприятности случайные. То есть в этой нити есть уже? Да, дейнджеры мы сформировали. Дело в том, что рульбук предполагает, что в случайной миссии у вас будет колода карт. Эти маленькие карты есть в стартере. В данном случае это карты предметов, карты опасности, пустоши. Также есть там события, квесты, перки и так далее. Довольно много всяких дополнительных карт, которые вытаскивая в ходе игры случайным образом слегка изменяют ситуацию на поле. Довольно симпатично. Так, но мы такого не используем, у нас будет только два типа маркеров. Это предметы, которые можно достать соответственно из этих ящичков, ну или опасности, пустоши. О них мы потом попозже расскажем. Расскажу слегка о базовых действиях, которые может совершать модель, о том, как они здесь в принципе совершаются. Значит, движение и вообще все измерения расстояния в этой игре осуществляется с помощью линеек. Вот такие линейки. Здесь у нас их в каждом наборе 6 штук. От самой короткой, оранжевой, двухдюймовый, до самой длинной, черной, 12-дюймовый. Практически вам не нужна рулетка для того, чтобы играть в эту игру. Если вам нужно куда-то пройти, вы смотрите на карточку персонажа, на ней в верхнем левом углу есть символ, который показывает на какое, собственно, расстояние, на какую линеечку она собирается двигаться. Поэтому вы просто прикладываете линейку к подставке модели. Ну, кстати, вот потом, на это стоит обратить внимание, моделька переставляется не передним краем своей подставки к концу линейки, а задним краем. То есть, фактически, вы к дистанции добавляете диаметр базы, на которой стоит моделька. Вот и все. Если вы хотите померить дистанцию стрельбы, то на каждой карточке оружия, дальнобойного оружия, есть цветовые обозначения линеек, из которых складывается ближняя и дальняя дистанция стрельбы. То есть, если цель ваша находится внутри дальности первой линеечки, это, соответственно, ближняя дистанция. Если вам нужна дальняя дистанция, то вы складываете две линеечки вместе. Сначала ближнюю, потом к ней прибавляете дальнюю, и вот от модельки считаете, куда там она достала. Тоже достаточно наглядно, с измерениями возиться не нужно. Как видите, на столе довольно много кирейна. В игре используется трулос, то есть там, где моделька видна или не видна, определяется на глаз. Но лос меряется не от глаз модели, а от ее подставки. Поэтому, если подставка модели высовывается из-за укрытия и какая-то другая модель, крайне своей подставки, тоже высовывается из-за закрытия, то они друг друга смогут увидеть. А вот кавер, который дает эти или, ну кавер, да, дополнительное преимущество, которое дает этот террейн, он меряется от центра подставок. Таким образом, две модели могут видеть друг друга, но получать кавер, потому что центры подставок находятся закрыты элементами террейна. Также замечу, что движение через элемент террейна сокращает дистанцию, на которую двигается модель, на 2 дюйма, или переходим к следующей, ближайшей короткой линейке, от красной к желтой, ну и так далее, от желтой к оранжевой. Более сложной механики, наверное, расскажем по ходу самой игры, пока, да для того, чтобы начать, будет достаточно. Так, по сюжету у нас первый ход за супер мутантами, мы уже расставились, модели стоят там, где нужно, попробуем. Маркер первого хода у меня, надо принимать решение о том, какие модели активировать. У меня их четыре, это супер мутант с рукопашным оружием, гончая супер мутантов и два супер мутанта со стрелковым оружием. Ну, посмотрим, что можно сделать. Сейчас, в принципе, наверное, нет необходимости ждать и откладывать какие-то действия, поэтому я поставлю маркеры на все модели, маркер готовности, и последовательно их активирую. Каждую модель нужно активировать на 2 их действия, прежде чем перейти к следующей. Так, ну, наверное, я подвигаю свою собаку. Она ходит на красную линейку, кстати. Можно попробовать пойти и подальше. Дело в том, что у каждой модели есть не только два своих базовых действий, есть такое еще понятие, как экшн-поинты, которые могут дополнительно дать маленькую вспышку активности, и эти экшн-поинты можно тратить на разные типы действий. Из интересного, что позволяет модельке, или игре, точнее, получить дополнительную глубину, параметр Overwatch в данной игре, не как в Warhammer, позволяет совершать любые действия, которые захочет игрок, когда его модель активируется после этого Overwatch, так называемого. Поэтому я, пожалуй, поставлю собаке маркер отложенного этого действия, и потом по реакции на движение Сергея можно будет предпринять что-нибудь в соответствующей ситуации. Они, эти действия ограничены тем, что указано вот в нижней, или сам, ты не можешь подъявить. Да, все подряд сделать будет нельзя, но вот для собаки можно будет подвигаться или подчаржить, и в принципе, ну или посмотреть. Ничего особо ей не нужно. Так, значит, собака подвигалась, переворачиваем ее маркер готовности серой стороной вверх, она неактивна. Набор действий, совершаемых в ходе этих двух экшн-поинтов, которые у вас есть, произвольные. Вы можете два раза походить, два раза пострелять, комбинировать их любым способом, поэтому можно, например, два раза подвигаться на короткую площадку. Только чаржинг надо сделать два раза, потому что чаржинг должен заканчиваться в бейс-то-бейс. Да, скорее всего, если почему-то модель не умрет, которую ты подчаржил, ты подчаржил, потом она почему-то умерла, но как она успела умереть до того, как ты совершил свое второе действие, непонятно, от страха, наверное. Ну, тем не менее. Так, мы попробуем что-нибудь найти в пустоши, у нас тут достаточно. Так, я подошел вплотную к маркеру, можно попробовать его… Это фрекшн, если не боюсь. Это фрекшн, если не боюсь. Да, его можно просто перевернуть, ну, если что-нибудь бесплатно вытащить, в данном конкретном маркере. Ну, добыл он себе трубу, точнее, это вообще-то ключ разводной для трубы. Ну что, пожалуй, пускай лежит. Он идет в насосную станцию. Сейчас будем качать. Так, мы согласен, ладно. Значит, это… А, действие, кстати, было бесплатно, поэтому с него бесполезно, можно совершить второе действие. Надо попробуем еще раз походить. В принципе-то здесь особо… Выходи! Маркер супермутанта опять неактивен. Вот с этими двумя поинтереснее. Они ходят на желтую дистанцию, и, в принципе, могли бы потом пострелять. Так. Что у нас там со стрельбой? Зелененькая-синенькая. Ну, зелененькая не доставала? Нет, не достает. Так, не достает, конечно. Не доставала. Ну, значит, можно пострелять на дальнюю дистанцию. Это пример минусов этих палочек, которые я видел еще с самого начала. Они не всегда удобны ими мерить все-таки. Либо это должен быть очень… Может быть, надо террель, как в Вармаше, чтобы он был плоский. Может, тут… А рулеткой ты бы пролез через окно? Конечно. Я бы увидел сверху. Ну, ты так можешь сверху поставить. Ну, в общем, по-разному. Значит, теперь вот супермутанта хочу пострелять. Для того, чтобы совершить действие отличное от движения, которое, в принципе, не требует каких-то особенных навыков, нужно обратиться к карточке персонажа и посмотреть на его параметры Special. Те, кто играл в что-нибудь из вселенной Fallout, по-моему, понимают, о чем я сейчас говорю. Параметры здесь те же самые – сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость и удача. Каждый параметр отвечает за действие, которое может совершать модель так или иначе. Что именно может делать модель? Нарисовано на маркерах, которые стоят напротив характеристики. Сбоку находится пиктограмма специальная, обозначающая то, что он может, умеет или не умеет делать. Или какое-то действие. Ну или да, или характеристику. Посмотрим, например, вот на оружие. У нас вооружены они своими винтовками, ружья из трубочек. На оружии стоит символ какой-нибудь. Вот здесь, в данном случае, автомат нарисован, о чем Калашникова. А такой же автомат Калашникова, символ, нарисован на одной из способностей супермутанта, на данном случае – на восприятии. Соответственно, тест на стрельбу и пользование этим оружием надо будет проходить по параметру восприятия. К сожалению, супермутантов он не очень большой. Для того, чтобы пройти тест, нужно будет сделать бросок двадцатигранного кубика D20. Вот у супермутанта сейчас параметр восприятия 4. Казалось бы, сделать бросок D20 на кубике 4 и получить какой-то удовлетворительный результат непросто. Но дело в том, что на кубике не только цифры, на нем еще множество дополнительных значков, а некоторые цифры встречаются на кубике дважды. Таким образом, параметр 4 – это не 4 из 20, а он где-то там сдвинут ближе к девятке, наверное. Так что распределение кажется непропорционально. Так, ну вот что у нас. Во-первых, стрельба у нас будет вестись на зеленую плюс тенью дистанцию. Ну, я определенно достаю. Параметр данного оружия и его характеристики также указан на карточке, которая к каждому оружию прилагается. Вот можно увидеть, что на ближней дистанции стрельбы удачное попадание потребовало, а дало бы возможность произвести еще дополнительные эффекты. Один из них на точность. В игре несколько кубиков D12 с различными символами на них. Каждый кубик по цвету отличается от другого и дает какие-то определенные характеристики. Вот зеленый кубик отвечает за точность. Большая часть его граней – это модификатор к броску, хотя некоторые не только они. А вот желтый кубик – это кубик уменьшения брони. Таким образом бросок на нем, скорее всего, модифицирует броню цели. Если бы я стрелял сейчас на ближней дистанции, то я бы кидал эти два кубика после того, как кинул бросок на попадание. Но так как у меня дальняя дистанция, то использую я не эти кубики, а кубик дополнительного урона. На нем просто дополнительный дэмэдж для цели. Ну, а базовый урон у оружия написан внизу рядом с щитком. Типов урона несколько, вот этот в данном случае физический – две штуки, два урона. А есть энергетический и радиационный. Так, ну что, чтобы попасть, значит, нам нужен один кубик d20. Сразу можно кидать и кубик урона. Минус один. Да, сейчас мы сделаем бросок. Вот у меня как раз ровно четверочка, как удачно. И еще один значочек дополнительного урона. Но, так как супермутант стреляет по персонажам через несколько укрытий, то они все дают этому персонажам бонусы. Каждый элемент тиррейна, через который ведется стрельба, вычитает два пункта из броска на скилл. В данном случае у меня будет арка и воронка. Это минус четыре. И один всегда дается, за каждый элемент тиррейна дается по каверу, но он не суммируется. То есть, один, два, три, пять этих было бы поиграть, все равно единичка к броне. Ну, я все равно не попал. У меня четверка, которая мне была бы нужна. Минус четыре, ноль. Попадания нет. В принципе, для этого супермутанта вход закончился. Попробуем вторым походить. Так, дистанция там та же самая, зеленый. Да, ты достаешь. Достает более чем. А тут даже сколько? А тут минус три? Нет, не минус три, потому что из тиррейна стреляешь. Да. Минус два, получается. Минус два, да, потому что здесь принципы тиррейна чем-то похожи на, или классификация тиррейна похожа на вархаммерский, difficult terrain, area terrain. В данном случае стоя в area terrain, ты за него штраф не получишь. Так что, стреляя из него, а у кредит получаешь. Ну, как обычно. Так как лосс у нас мерится по центру модели, то мне предпочтительно, наверное, стрелять вот в этого сеттлера, чтобы труба не мешала попадать. Ну что, попробуем точно так же с бросоком. Попадание. Четверочка. Нет, шесть и ничего. Шестерочка недостаточно. Поэтому стиль будет полезно. Моя активация? Наверное, да. Наверное, у меня уже все модели кончились. Мой ход на этом завершен. Давай, сервер, активируйся ты. Так как он всеми уже походил и не будет второй активации у него, последующий, так сказать, мини действий внутри. Поэтому тоже я, соответственно, ставлю все токи на активацию на все свои модельки. Вот. Эти руки длинные. Вот. И после этого в некой последовательности могу, я там не вышел из кадра, могу начинать их активировать. Соответственно, имея задачу включать компьютеры и, значит, качать из них жмительную влагу, значит, первым действием, которое я делаю, это почти что инжензиром мы доходим вот до компьютера. Входим с ним base to base и пробрасываем бросок на его включение. Тоже самый бросок нужен. Он идет по параметру интеллект, значит, и, значит, вот тут, вот это что значит? Never locked up off. Дело в том, что если... Блокировка компьютера типа не происходит. Да, если выпадет совсем неудачное значение, ты его заблокируешь и нельзя будет этот компьютер больше никем другим активировать, а он это... Понятно. Значит, особенность это, вспоминаем тот же самый, там, второй, третий, соответственно, и четвертый Fallout, где была возможность того, что ты попыткой взломать компьютеры, ты их блокировал. Да, значит, и мы кидаем... Восьмерочку. Неудача. Да, у меня шестеренка. Да, и один сможет получить один action point. Вот это то самое событие, когда модель может получить еще одно дополнительное быстрое действие. Значит, дальше... У меня есть волшебная собака. Собака. Кусок мяса. Это собачье мясо. Dogmeet. Которая хороша всем в рукопашную, но... Не умеет играть компьютеры до сих пор. Да. Достаточно она умная. Значит, мы... Ну, она умеет делать хорошую вещь, она умеет осматривать... Да. Осматривать вещь, точнее, не так. Мой... Она умеет находить и приносить вещи. Вот, что самое интересное. Который мой выход из убежища. Умеет и командовать, что иди туда и принеси мне вон то. Вспоминаем то же самое. Это все чисто четвертый Fallout, где мы бегали и собачки доставали из любых мест все, что хотели. Действует это в зоне синий, поэтому я собачкой смело бегу на... Два раза на красный. Ну, по сути, она добежит, конечно. Что, не добежал бы с первого раза? Нет. Чуть-чуть не добежал. Вот. И открываем вещицу. Здесь мы видим... Где-то надо будет предпринять действие взлом, если захочешь. Нет, тут нет взлома. Поиск, 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 поиск. Нужно протести скилл тест по параметрам собаки. Perception у меня восьмой. Нюхассная. Довольно. И она в ровно свои нули проходит и что-то открывает. Что она нашла? Она со стимпак. И она, соответственно, берет его себе в котонку. В зубы. В зубы. В зубы. И значит, у нас есть наш прекрасный Lone Survivor. Soul Survivor, точнее. Который тоже умеет неплохо ковыряться в компьютерах. Ходит на желтую. Ну, вот идет. Идет на желтую. Становится вот сюда. И, значит, скилл тест на интеллект пятый. Шестой. Не, не хватило. Я открыл. Сколько, ты говоришь, чаржишь собачка? Синяя и зеленая? Да. Как мы видим, здесь у нас приготовились уже. На исходную вышли все. Чтобы нас попытаться покусать. Поэтому мы... Есть. Единственное, что минус, что нет никакой дистанции чаржа. Поэтому здесь чарж, как бы вот он. Если ты заявил и добегаешь, то ты сбегаешь. В смысле, нет, случайно. Да. Если дистанция есть, то уж ты добежишь. Кстати, это не мешает тебе использовать Overwatch для того, чтобы подвигаться и отойти. Ну, так-то. Хорошо. Тогда мы сделаем вот как. Нашими действиями будут такие. Мы стреляем на красную и зеленую. Блинк. Единственный способ, когда они удобные, эти палки. И мы дистанции дотягиваем. То есть, наверное, с красным к модели. Это не имеет значения, потому что красный я точно никого не дотягиваю. Да, да, да. Я имею в виду, что... Ну, это наглядность. Это я учитываю. Значит, и мы обоими первым действием, каждым сеттлером, мы постреляем этим парнишкой в ближайшего к себе супермутанта. Он должен быть на шестерочку, минус один, то есть на пятерочку. На четверочку, получается, минус два. Ну, минус два за штраф. Он не попал. Не попал. И он становится в Overwatch. Ты можешь сразу второй приготовить. Значит, и второй Сеттлер стреляет, имея тоже минус два вот этого, в ответку, так сказать, кто в него стрелял, стреляет ему тоже. И он попадает. Да, он попадает. И бутылочка, которая нам ничего не дает, к сожалению. Да, теперь пришло время поговорить о здоровье персонажа и броне. Значит, здоровье персонажа – это сердечко. Инжес, который отвечает за здоровье. Это сердечко. Вот для супермутанта здоровье определяется параметром выносливости. Например, для… Для кого? Кто у нас не по выносливости живет? Например, собака. Догмит живет… По ловкости. Его жизнь определяется параметром ловкости. Как, кстати, и у самой норы. То есть, не только выносливость, но и какой-нибудь другой параметр может отвечать за количество жизней. Броня у супермутанта, да и просто про броню расскажем. Значит, на карточке модели всегда есть характеристика брони. В большинстве случаев 1, 2 или 3. Броня в модели в игре не блокирует полностью, а лишь частично поглощает урон. Вот сейчас винтовка или ружье, да, ассулт-райфл, из которого стрелил Сергей, имеет параметр 2 физических урона. Соответственно, супермутант имеет броню 1 на своей карточке, от физического урона 1. Так как он находится в укрытии за стеной, он получит еще один параметр брони. 2 останутся на параметры. Бросок брони определяется красным кубиком. На этом кубике цифры от 1 до 4. Кубик 12-гранный. И опять цифры распределены непропорционально. Много единичек, побольше, поменьше двоих, четверых всего 2. Как это работает? Совершается бросок кубика, затем из параметра урона вычитается значение, которое было на кубике. Если значение на кубике больше, чем параметр брони цели, этот бросок в принципе неудачный, ничего не вычитается, ноль. Поэтому, если броня, например, у какого-нибудь персонажа троечка, у него большие шансы сделать удачный бросок и хоть какой-то параметр урона вычесть. Если броня единичка, то, скорее всего, он кинет двойку, тройку или четверку, вообще ничего не получится. Если удача будет на его стороне, то единичку только и вычитит. Вот сейчас у супермутанта два. Один за свой родной, одно за свое родное и один за укрытие. Посмотрим, что он кидает. Троечку. Вообще никакого урона не заблокировал. Таким образом, у этой модельки две вунды теперь из шести. Ну что, на этом закончен первый раунд. Теперь маркеры готовности снимаются с моделек. Все модельки получают статус. Но снимаются только те маркеры моделек, которые не синие. Если бы мы сейчас кого-то поставили, сделали модельку готовой, но не активировали в прошлом раунде, он бы остался. Теперь, по идее, маркер должен перейти к игроку, у которого меньшее количество моделей. Или, если количество моделей в армии одинаковое, должен перейти к тому, у кого его не было. Так как сейчас у Сережи все еще больше моделей, чем у меня, маркер останется у меня, и я снова буду делать первый ход. Ну или принимать решение о том, буду выходить первым или потом. Я уже на первом похожу пока. Мы находимся сейчас, возможно, даже на дистанции чарджа для супермутантов. Ладно. Какая особенность действий на этом ходу? Дело в том, что Сережа поставил две свои модельки в Overwatch. Три. Это означает, что любое действие, совершаемое на столе, может быть триггером для них. Они смогут активироваться. Но триггеры действуют не на всем столе, а только на определенной дистанции, которая зависит от параметра модельки. На модельке, на карточке модели, внизу, в нижнем левом углу, указан цветовой маркер, который означает дистанцию, на которой происходит реакция модели. Вот в данном случае она у Сеттлеров зеленая. Это значит, что если в зеленой зоне от них произойдет любое действие, или рядом стоящая модель, тот получит рану, это может вызвать их активацию. Скорее всего, это вызовет по желанию игрока. На более далеком расстоянии до удвоенного значения цветовой линейки, только стрельба и движение служат триггерами. То есть, например, для техпреста движение супермутанта будет триггером, стрельба тоже, а какие-нибудь другие действия нет. То есть, он менее чувствительный на этом дистанции. Ну, это понятно. Мы понимаем, что Сергей, скорее всего, среагирует на первое же движение и попробует тогда отойти. Это понятно. Ну, в принципе, попробуем. Давайте попробуем вот с этого супермутантика. Начнем с него, активируем его. Поставим его вот сюда. Ну, вот мое первое действие совершено. Ну, ты можешь сейчас объявить реакцию на это действие. А сколько ты чаржишь? Зелененькие, то есть они оба могут дистанции. Так, чарж у меня сейчас на красной линейке, которая будет желтой, потому что я буду двигаться через калер. Хорошо, я буду отступать. Давай. Так, просто я убираю свой токен. Да, ты убираешь токен и быстрое действие совершается с небольшим штрафом к движению. Это как движение по difficult terrain. Никогда нельзя двигаться меньше, чем на оранжевую линеечку. Так что... Не выходи, скорее. Вторая моделька оставим. Ну, до второй я точно до чаржить не могу, поэтому тут можно не переживать. Все, хорошо, значит, это снято. Мое действие. Ну, давай постреляем. Что мне еще остается? Ну, давай попробуем попасть в собаку. Так, что нам нужно? Минус два. На скилл тест и черный кубик, по-моему. Нет, не попал. Супер мутант активацию закончил. Я только до нормы дотягиваюсь. Давай попробуем со штрафиком кинуть. Движение, стрельба. Два. Попал. Два минус два. Точнее, четыре минус два. Два. Так. Ну что? Урон у меня двоечка с новым кубиком на урон троечка. Соответственно, тебе нужно четвертую броню, да? Да. Ты сейчас четвертая. Ну, тут... Так, бросок кидай. Двоечка. Соответственно, один урона пройдет. Снимай эту штучку и ставь ей одну дырку. Так. Все. Этот тоже закончил свою активацию. Второй супер мутант. Так. Ну, что мы можем попробовать? Он может тоже попробовать походить, а затем по-чаржить. Ну, в этот раз он уже будет не в террине. Будет чаржить, ну, это брутно-зеленую линейку. В принципе, достанет много где. Делаю я свой ход. Желтый. Ты можешь заявить реакцию. Не могу. Первая реакция. Это Седлера. Который говорит, что я в тебя постреляю из автомата. Давай. Со штрафом минус 2 за быстрое действие. Ну, все клик-действия, клик-экшены движение штраф либо к движению, либо к шпилтесту. Хорошо. Так. Да. Девятка. Девятка точно не противит. Ну, это да. Тич говорит, я отступлю. Просто отступлю. У нас акция коррестная. И вот я к сожалению. Отступлю назад. А ты сколько чаржишь? Брут чаржит на зеленую. И плюс своего подставка. Ну, хорошо. Она редисца пополам? Нет, нет, нет. Просто уменьшается на предыдущую цветную линейку. А у нас из интересного собака, да? Собака, которая может среагировать на действие. А не может она среагировать на действие, потому что она его не видела. Все, не страшно тогда. Супер мутант. Что мы можем? Туда мы не до чарживаем. Ну, тогда там особо выбирать нечего. Чарж в несчастного сетлера. Так, то последнее действие достает на месте. Так, собака осталась. Собака. Что у нас? Собака умеет. Собака бегает на красный. Чаржит на... На синюю. Где-то вот сюда она, наверное, бегает. Синяя, становится у нас обратно красным. Нет, зеленый. Зеленый. Так. Закончилось. Кажется, все мои модели были активированы. Ага. Удар, когда мы выходим из ХТХ, у нас происходит по параметру каждого удара, кто присутствует в нем. Просто, да, один бесплатный удар, но это quick action, по-моему, поэтому со штрафа минус 2. Первым действием мы выходим сетлером из ХТХ. Для этого мы, как я понимаю, ничего не откидываем. Даже просто получим твое движение на... Ну... Сначала ты меня попинай тогда, вдруг ты меня убьешь. Я не понимаю. Значит так, скилл тест. Скилл тест супермутанта у нас, рукопашник у него восьмой. Значит, надо шестерочку. С чем он может бить? Он может бить своим молотком. Молоток это два желтых кубика. Нет, не попал. Ну, кстати, экшн-поинт получил. Собака. Собака у нас кусается на шестерочку. То есть, на четверочку. Но при этом у нее там еще миллион кубов, попробуем попасть. Не попал. Удачно выбежи. Ура! Убежал. Убежал вот до сюда. Чтобы оставаться в кавере, чтобы броню все равно свою получать. И в следующем действии мы тогда стреляем в упор в собачку. Стрельба выглядит так. Мы берем черный кубик, зеленый кубик. И на свою шестую меткость стреляем. Собака серая. Я получаю экшн-поинт. Типа овервоча. Окей. Тогда второй седлер, который стоит рядышком, делает по сути то же самое. Он стреляет в упор в собачку. Десять. Обалденно. Вряд ли. Не попал. Второй раз. Восемь. Семь. Семь. Вот в этот раз выпала минус единичка тестов, этого семь. Но не помогло. Шестерочка. Да. То есть не попал. Такое вот они отстойники. Мы активируем собаку. Прибегаем вот сюда. Чаржит в собачку. Окей. И отдаю с ним пак вот этой дурочке. Окей. На этом была еда еда. Вижу так еда. Вижу так еда. Вижу так еда. Вижу так еда. Вижу она дает включение и... Вот это вот. Все отдали. Отдали нори. Прибежали. Да. Это было движение. Это был чарж. Ну я тогда пожалуй с супермутантом совершу экшн. Реакцию. Экшн. Реакшн. Так. Что он мог делать? Он умел нас ходить и чаржит. Чаржит его на зеленую. Соответственно на красную. Да. Да. Мы просто подвигаемся к собаке. Так. Теперь нора. Нора попробует все-таки включить что-нибудь. Давайте. Нам нужна вода. Да. Мы сюда за водой пришли. Нора просто ковыряет. Скилл тест. Да. По своему шестому пятому интеллекту. Она получилась. Я начала качать. Да. 5000 литров запишите на свой счет. Даймонд сити сможешь рассчитаться. Да. Да. Конечно. Так действие. Второе действие. Да. Она... Что у меня там? Да. Стрелек. Еще тот стрелок. Можно стрелять в рукопашный бой. Кстати, в рукопашный бой можно стрелять. Один, два, три, четыре. Да. То есть я буду на один, четыре своего ввода? Нет. Нет. Почему? Первый будет на моей цели. Один, два, три, четыре. Одна четверть. Ну, поменьше. С пистолетика. С пистолетика. Ну, давайте покажем, как это выглядит. Как я обмитка пострелял, поставил свою собаку. Для того, чтобы пострелять в ближний бой, необходимо распределить маркеры попаданий. Так как в ближний бой можно пасть как в свою модель, так и в чужую. Первый маркер ставится на модель цели. У кого ты цель? Собака. Собака получает первый цель. Вторая ставится в союзника цели. Третья поставилась бы на еще, имеющегося союзника, если бы он был, но его нету, поэтому она переходит на дружественную сторону от стрелка. Ну, и четвертый, так как больше здесь никого рукопашного нет, опять возвращается к собаке. Итого, сейчас надо будет кинуть кубик брони. Если на нем выпадет цифра, соответствующая модельке, эта моделька и получит весь перечитающийся урон. Двоечка. Двоечка. Ну, вот, супермутант Брут получит спину из пистолета. Да. Соответственно, мы стреляем на синюю, это у нас черный. Это, как мы помним, по первому фалалту, 10-млитровый пистолет дракон. Эйч. То, что тебе давали, когда ты в первый раз выходил за бежище. Девятка. Мы не попали. А, значит, ее действия закончились. А переснимаю. А почему не снимаются? Я активирую экшн. Вот эту штучку в любой момент. Так. Обратно раскладываете. Почему ты снял? Еще раз хочешь стрелять? Я ей буду стрелять. В кого? В собаку. В собаку. В упор из автомата. Давай. Значит, тебе это будет происходить с минус двумя. Я должен попасть на четверочку. Правильно? Минус двумя. Ну, наверное, с шестой. Да. На четверочку. Пять. Не попал. Бутылка ничего нам не дает. Вот. Убирай. А, остался у меня, остался мой тэч. Который. 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 Ммм. Что же он могет? Могет он всякого. Например, он может пройти вперед, вот сюда. И тоже постоять из дробовика. Верните все токены. Ну, спощадно. Давай мы уже запомним. Один, два, три, четыре. Ну, я стреляю в собаку. Ну, давай. В собаку стою. Давай. Сейчас посмотрим. Давай. Три. Один. Именно в нее мы попали. Бедный Догмит. Ну, это же стрелок. Ну, ты снаружи, мы внутри. А, я не попал. Ну, а было бы неплохо. Я бы обратился. Ну, а ты собаку мне жалко, честно говоря. Ладно, это вообще ни при чем. Просто ты бы беспощадно. Все. Ход закончился. И дальше начинается вот эта вот неприятная вещь. Следующий ход. Следующий ход. Токен. Опять никуда не переходит. Да. Потому что количество моделей по-прежнему минимальное у меня. Так. Ну, что. Супер Мутанты почти как черепашки-ниндзя. Бегу вперед. Раз. Чардж у этих ребят красный, но если в кавер, то желтый. Никуда они не бегают. Ну, как не бегают. У нас так тире тут уже, значит, гуляет. Так, тут бегает. Двигает. Согласен. Так. Это было два действия. Связал. Просто интересно посмотреть, что внутри. Первым движением поставимся вот так, чтобы быть в базовом контакте. Откроем маркер. Достанем в себя игуано биц. Еда. Это еда. Вот здесь. Давайте страдавши. Давай. Простите. Умельцы. Так. Это сюда. Ну и движение. Просто движение. Кавер. Вот кто в него интересно будет стрелять. Мне просто даже интересно. Желтый, оранжевый. Так. Драка. Да. Это самое интересное. Драка. У нас есть собака, которая дерется. Попробуем с нее и начать. Собака у нас кидает шестой параметр. Скилл у нее шестой. С собой она берет черный, желтый и синий кубики. Ну, по собаке, конечно. Четверочка попала. Что мы имеем? Мы имеем плюс два урона к ее родным двум. Мы имеем снижение брони собаки. Что неплохо. И звездочку. Звездочка. Это один экшн-поинт. Хорошо. Так. Бросай двоечку. Дроечку. Провалил. Значит, у тебя четыре урона. Два родных и два своих. И два, точнее, за кубик. Ну что? Собака дезактивировалась. Деактивировалась. 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 Супер мутант атакует тоже собаку нашу. У него два желтых кубика. Попадает он на восьмерочку. Сейчас на восьмерочку проходит десятка. Минус один. Нет, не попадет. Но у него есть параметр. У него восьмая скилл тест по восьмерочке проходится. Где-то в правилах был бонус. Если моделька имеет бонус, она это к демейджу. Если скилл больше, чем семерка, было бы больше демейджа. Не получилось, не попал. Второе. Действие. Пятерочка. Попал. Так. Один урон. Минус один брони. И вот за эту способность супер мутанта в том числе. Если силы больше семи, то в ближнем бою бы плюс один. Ага. Бонус. Просто черный кубик надо добраться. Не единичка. Это вот так. Тогда это вот что такое. Попал с минус одним брони. И плюс два демейджа. Давай, кидай. Один. Да. Сработало. Одно отстрелился. Что? Я остался в одной дыре. Три урона. Ну да. Можешь перевернуть себе, если хочешь. Вот такую. И у тебя должен быть сень. Я бы тебе сейчас напомнил маленькую особенность. Ты сейчас совершишь действие, я смогу на него отреагировать с собакой, которая пришла в овервотч. Я понимаю. Если, а вот этим овервотчем внутри этого, это не быстрые действия, ну точнее работает как быстрое, но в этом овервотчем я могу предпринимать любые из своих действий. И скорее всего я предприниму атаку со штрафом, чтобы попробовать снять последнюю вунду с собакой и этим ее убить. Да я понял, понял. Тогда я с Сеттлером, который стоит не в хтх, а в сторонке такой, кидаю на желтую палочку прямо в морду Догмиту Люка Черич. Так наша собака сможет употреблять кока-колу и лечиться с ее помощью. Ну поехали. Каждый может пить кока-колу, с свободной страны. Активирую собачку, которая за фрикшн, соответственно, выпивает из кармана у Сеттлера бутылочку и подпаивает ее немножко, это надо в дров кинуть. И таким образом четыре своих хитпоинта восстанавливает. А у меня вот так вот три. Остается три. При этом один из них становится радиоактивной. Мы немножко облучились. Собака будет светить. Собака будет светить. Очень приятная и вкусная. Живительная радиация. Живительная радиация. А, и также она получает один фрикшн. Так, да. Потом с этим может побегать или подчаржить. Да. Кусаю разочек собаку на свою пятерочку. И я в чистую пятерочку ее прокусываю. Получаю... А, ну все, кидайте вашу броню, сэр. Потому что я снес тебе одну броню. Ну, броня у меня она будет. Нулевая. И у меня три дэмэджа у тебя вошло. Три дэмэджа? А что у тебя дополнительные? С звездочками у меня еще один квик-экшн. Ну, можно добавить его в себе, чтобы ты на него не делал. Сколько тебе? Три урона. Сколько тебе жизней? У меня пять жизней. Ну, сейчас мы тебе добавим. Стой, 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 стой. Я попытаюсь сейчас отреагировать. У меня есть возможность это сделать. А поснимаешься на маркет. Дай-ка я брошу то же самое. Не по баллу. Отлично. Поехали. Черный убираем. Берем зелененький. И продолжаем кусать собаку. Собака оружие победы. Как всем известно. Тем более под мюкоколой. Пять. Попала по родному. Пробила броню. Внесло тебе три дэмэджа. И по-моему ее ты ее убьет. Да, ты моя собачка умерла. Аллилуйя. И я пришел еще один кэкэшот. Давай. Так. Дальше мои действия. Значит. Я выхожу за одного из своих действий. Выходи. Сколько тут я могу бегать-то? Я уже быстро. Сейчас я тебе кинусь сразу. А ну давай. Мне надо шестерочку кинуть. С двумя желтыми кубами. Это просто жесткий режим. Давай. Семерочка. Да. Не попал. Не попал. Я вот бегаю на пределы красного. Ну да. Сколько ты там ходишь? Сколько находит собак? На красную. Ну, значит, из камеры выходит она на желтую. Точно. Ну, мне главное с тобой разорвать хтх. Вышло. Все. Один экшн-поинт потратила. Собака металась только по любое. Не могла принять решение. Стоит тут. Все. Активация закончила. Вогорвочь вошла. Да. Тэч. Побежал вот сюда. Чипонько. Не, чтобы сюда баса не подошел. Прикрылся. Вы слышите? Что? Это… Я слышу звук трибун. Мы, кажется, на спортивном состязании. Отлично. И пытается вскрыть капитер. Восьмерочка вон. Да. Да. Получилось еще пятерка. И экшн-поинт. От квик он может поставить на овервоч. Ну, например, да. Так. И он закончил. Пардон. Сетлер. Какой? Вот этот. Давай. Стреляет в упор в бруто. Попал. Снялся. Сейчас броню тебе. Два брони снял. Брони нету. Ну, значит, только свой родной урон. Два урона вошел у тебя. Хорошо. Стол стреляет тебе. Да. Так. Лучше. Проверим. Стреляем. Пять. Минус один. Это четыре. Попали. Еще плюс один дэмэдж. Три дэмэдж. Да. Кидайте кубик. Один. Дэмэдж. Давай дэмэджер тебя прошло. Вакуация закончена. Значит, тогда у нас есть, так, у нас есть еще девочка Нора, которая тоже может нажать на кнопочку. Ну, это добавить всего один литр. Один литр? Ну, каждый первый раз. Вход первый раз. Первый компьютер активируется. Вход 5 литров. Каждый последующий по одному. Может, она полезнее стрельбе, например. Стреляет тогда. Да. А стреляет она так вот. И вот в этого. Воно и сколько? Она не попала. В пятерочку, да? В пятерочку, да? Даже восьмерочка не спасет. Там еще минус два было бы забрание за камер. Да. Так. Остался последний. Остался последний рукопашный человек. Да. Который что умеет? У него троечка. Давайте мы сделаем выход из рукопашного боя. Давай. Кидай. Так. Что у нас там? Супермутант 6-4 надо сделать. Опа. Экшенпоинт. Сейчас заработал. Так. На 4 у него... Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Чем доска? Просто доска. Что там у нас с доской? Урон 2. Ничего. 2 урона. Оп. У меня вторая броня. Я ее пробрасываю. Ничего. Но броню-то у меня сбил. Хай. Так. Это значит у этого осталось. Он выходит из рукопашного боя на оранжевую. Куда лучше отступить-то надо. К морю пойдем. Да. А кстати. Зачем я? Останусь так же в ковере. Просто так делать я на полшага. Если ты выставил тебя в упор из дуговика. Давай. Ну, из автомата. Направка. Выставлю в бруда. Да. Ну, не обошли. Не обосри. Попал. Броню снял с минус 1. Кидаешь. У меня просто одна броня. Давай. Понятно. 2 дема же в тебя вошло. Ну, брут. Что? Чардж. Ближайшую модельку. При этом сразу выпьем себе лекарства. Получим. Три. Вон, ты от асхерима. Будет две. Так. Добавим одну радиацию. Она не к ней. Можно скинуть. Да. Ему нет. Можно именно к радиации. И получим один этот самый. Экшенпоинг. Четыре. Шестерочка попал. Ничего. Ничего. Три урона. Три урона. Ах ты кого-то бил? А вот в эту женщину с этой. В эту женщину с одним защитой, которая у меня есть. Двумя теперь. Чего? У нее же еще одна добавить. У нее одна своя, еще одна. Один снялся, два осталось. То есть два дамага в нее вошло? Да. Моя собачка героически кинется вперёд. Да, добежит, линейка загибается, ещё подставку не забывай. Да, поэтому она его свяжет, чтобы он не счаржился в меня. Давай, хорошо. Здравствуйте. Ну, ты сделал, а вот у меня такой вопрос. Сейчас мой ход. И сейчас я просто два раза в неё ударю, в собаку бесплатно. Ну, не бесплатно, но ударю. Да. А почему ты не подождал, пока я потрачу чашу на сеттлера? А потому что сеттлер выгоднее в стрельбе, чем сеттлер связан с руками. Собаку не жалко. Ну, в данном случае собаку не так жалко. Так, всё. Да, значит, у меня две атаки в собаке. Это мы по шестой силе. Требол в руках минус 2 сходится минус двумя по параметрам. Ну, это как у кавер стрелять. Да. Всё. Не попал. Не попал. Попал. Три урона. Три урона. У меня вторая броня. Давай. Я отсевил всё. Три урона. Одничку себе не внёс. Дай мне ещё один токен. Держи. Так. На этом он закончился. Походить. Подчарджить на жёлтую. Да, может. Так. Вон дуйму и маркер. Вот так. Так. Ну, на этом наши пляски с бурном закончились. Ну, в смысле ваш. Да. Активируем людишек. Давай. Всем раскладываем токены. Понятно, что тоже все активируются. Мы так и не поняли до конца, честно сказать. В сети игрища. Подожди, кстати. На яичку. Встать из дробовика. Вариант. Ну, на скале, пока что не очень весело. Ну, тогда я просто пойду. Вот. Сюда пойти. Чего-то наглее. Так. Побежал. Кнопку дать. Ты можешь до этой кнопки добежать. А сейчас будет же можно и до этой кнопки добежать. Она автоматом будет качать там. Ну, я выбегу из круга. А автоматом это будет каждый раз по 5 кг. Каждого хода она будет давать по 5 тысяч литров. Потом ты обратно вернешься, потеряешь один раз. Ну, хорошо. Тогда я им заявляю quick action. Это вот сюда. Я пошел. А у тебя он на какую палочку ходит? На красную. И бегает на красную. Он будет, соответственно, ходить вот так, да. Это был quick action. На мой ход. Да. Вот теперь это на нее попало. И он стал активирован. Так. А что же делать? Можно, конечно, журавля в небе. А можно чиницу в руке. Теперь активируется сеттлер. Давай. Сува его. А шарим мы только на желтую. Эта аура не влияет. Тогда все печально. А, ну хорошо. Значит, активируем вот этого сеттлера. И он пытается выйти и выйти с хтх с тобой. Окей. Попасть. На 6 плюс. 6 попал. Что там у него? Два желтых и один черный. Плюс один урон. Это вот три урона. У нее первая броня. Да. Она даже если захочет, отъедет. У нее 4 хп. Она умерла. Почему? Ну, потому что у нее первая броня. Если даже кинули единичку, я получил два дома. У нее сколько здоровья? Четыре. Она уже в двух домах. Она умерла. Она просто взорвалась. Мы поймали одного сеттлера. Нет, они хоть не умирают. Нам создать их поймать. В ближнем бою они уходят. На обед. Ничего, сейчас мы тебе добавим. Так. Так. И ты развязался из хтх получается? Да. Это, конечно, плюс. Теперь мы активируем... Блин, что за такой? Вот теперь можно задуматься над своим техпристом. Да. Но все равно третья меткость это не очень. Не, я мягчился его может быть с трех. С трех я могу его и убить. Да, понятное дело. А потом у меня останется только один сеттлер, которого нужно грохнуть, чтобы выиграть. Тогда мы активируем сеттлера. На зелененькую, говоришь, ты чажешь. Сеттлер или сеттлера? Нет, стоп. Почему ты не зелененькую? Да, ты только на красненькую это делаешь. Ну, потому что ты... А, если я буду выходить? Ну, я могу сейчас помолваться, потом почерпить. Сначала ты можешь... У тебя есть quick action. Да, да, да. Я сейчас могу двигаться. Ты просчитывай мои данные сам как бы. Ты понимаешь, что я могу сделать? Ну и... Я сбил его мысль, теперь он проиграет. Вообще она отравленная. Зеленая. Мы сделаем вот как. Смотри, выйдешь, а она потеряет качалку. Я знаю. Но это меньше есть проблем. Может тебе надо убежать в эту... Ну, я не знаю, в эту сторону тебе порвануть, чтобы... Пытаться... Да, с quick action все равно достану. Да. Да я думаю, ты фиг убежишь, чтобы я не достану. Чему? Как action? Я туда-сюда и ты не бежишь, Дмитрий. Первый, а потом action и charge. Потом? Это когда ты еще переживешь весь этот сей ход. Ну, согласен. Понимаешь. К сожалению, тут нет сейвов. Ну, это же тоже не на корову играет. Но мне все в таких случаях тоже хочется. И так, и так попробовать. Ничего не поделаешь. Сюда пойдет. Откроет коробочку. Что-то получит. Может добавит ему силы и смелости. Мутант хаунд мид. Ты ешь убитую гончую зверюга. Он кукот. А, надо не приготовить, надо приготовить. А сколько? А эти приготовленные где? А, нет, надо готовить. А, ну понятно, что если не приготовленные, ты отравишься радиацией. А если приготовленные, то я могу убрать радиацию и убрать еще. Она, типа, сразу дает. Она и радиацию это снимает? Да. Ну, это плюс, конечно, у нас есть теперь. Сырое мясо-гончик. Ага. Нет, просто твою собачку... Я понял, она за ногу с тобой тащит. Просто зверюга. Убил собаку из дробовика и пошел жрать. Ну, я могу... Мы на эти раньше не становимся. Хочешь, поставь. Ну, просто я стану, я могу следующий токен открыть. Там он, да, сейчас лежит еще тут. Так, что там? О, дейнджер. О, на тебе предмет. Предмет? Что там? Это ментаты. Это круто. Будешь умнее. А вот тебе дейнджер. Дройн Резолл в ключе карт. Потеряйте одну action point EPC. Что такое? Action point? Окей, тогда они вас не тронут. Либо... Получите... А, плюс один урон с желтым кубиком. Да. Ну, у меня ничего нету, к сожалению, сейчас. Кидай себе один... Ну, у тебя физически уже есть, просто кидай кубик дэмэджа. Два урона. Два физических урона. Я должен кинуть свою вторую броню. А, да, я кинуть свою третью броню. Я же в кожаной кужурке, в кожаных ремнях. Потому что там больше. У тебя же плюс один еще. Ну, да. То есть, два плюс три. Бездарный. Бросили. Но он криворукий. Бездарный человек. Он получил два урона. Почему два-то один? А, стоп. Да. Два урона. Господи, мне что, одного да осталось? Да. Может, ты уже съешь витамин? Ну, походу, делал. Сейчас ты не успеешь ее выпить, он чихнет и умрет. Так. Тут же лопаем стимпак. Который нам возвращает две лунды, но получаем одну радиацию. Просто одна лунда с него снята, но она радиационная. Тебе нужна радиация. И он не запрямлен. Е-мое. Вояка. Тараканов нашел. Давай. Дай обратно еду вас. Ты же мою гонщину сожрал? Да. Я сразу гонщину. Вот. На этом его экшены закончились. Человек-солдат, который не стоит в ХТХ. А, ты, кстати, как-то не будешь жиловать экшены? Ну, типа, нарядку сделаешь. А, ты тоже есть. Я напомнил. Так. Ну, что можно сделать? У нас friendly. Поэтому все в порядке. Ну, допустим. Допустим, мы заходим подвигаться. У нас он, в принципе, желтый пойдет на оранжевый. Будет стоять вот тут. Тогда следующим ходом он может, может быть, даже подчаржить на свой зеленый, что на красный, да? Отсюда. В принципе, дочаржит. Дочаржит две атаки. Ну, сейчас он придется выйти из кавера. И по нему будут лупить все, кто во что гораздо. Ну, не все. У нас не так много осталось. Дора. Так у нас тоже три вунды. Так. Два раза она пойдет. Ну, да, она такая. Она такая. Давай попробуем к бабе ближний бой зайти. Так. А мы с ней, она не была связана в ближнем бою? Не была. Не была. Она не была, а собака была. Да. Все, хорошо. Тогда вот так оставимся. Ну, ладно, хорошо. Давай. Собака кусает супермутанта. Ничего, я не ожидал ничего другого. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Мы все время забываем, что после чаржа нужно добавлять кубик бонус чаржа. Либо черный, либо, кажется, зеленый. И сколько у нас чаржей уже было? Да. Поэтому эту игру можно играть без этого правила. Ну, только почему-то исполняли по правилу. Плюс один черный кубик на запалку. Копалку. Кто вспомнил, кто-то молодец. Чаржел не так уж и мало, может бы пользоваться. Ладно. Чаржел приятно. Восемь. Она по восьмой попадает с минус одна броня. У него нет брони. Все, у нас не сделала. И две бутылочки. Бутылочка, это мы снимаем с него Perception, но ему все равно. Два урона. У него просто вошло два урона. И мы повторяем этот волшебный плюс. А как у него в жизни всего? Шесть. Супермутант обычный. Ну, супермутант, извините. Хотел бы побольше, чем у всех. У него четыре. Хорошо. Кусаем его. Черный. Попадаем. Экшн-поинт получил. Экшн-поинт получаем. Да. Который мы себе оставляем. Броню? Да. Кидай свою броню. А что звездочка? А экшн-поинт как раз. А, два экшн-поинт. Два экшн-поинт. Один урон. Один урон. Один урон у тебя еще вошел. А три теперь четыре. Нет, стоп. Это в него же было. Да, да, да. В него три. Да. Ну, давайте я ему сразу, может быть, дам игуану битц. А ты... Нет, ты на свой ход только поделаешь это. Как мы помним. Наверное. Наверное. Не буду врать. Давай. Ну, вот. Пошли. Ну, давай ты можешь... Это... Это же еще не интерцепты. Это квикэкшн. Ты можешь теперь заявить на что-то их потратишь. Ты их можешь либо сделать, либо потратить на что-то. Вот собака может либо... Чарджер? Она либо подвигаться может, либо перейти в интерцепт. В принципе, тебе, наверное, надо интерцепты. Хотя ты можешь выйти из-за чем-то. Я могу, например, выйти из ХТХ, обижать и кусать его. Ну, войти в следующий ХТХ. Не то, чтобы кусать, но войти. Да. И встать на интерцепт. В нем. У меня два квикэкшна. Нет, ну ты так быстро хочешь. Ты одним квикэкшном выйдешь, а вторым будешь чарджить. Как мы уже посмотрели. Почему? Нет, нет, нет. У нас квикэкшн... А! Так я даже не могу сделать. Ты больше, что так... Хотя нет, я могу заявить. Экшн, как бы я заявляю квикэкшн. Чардж. Который создает из себя выход. Ну, здесь, как бы, ходьба же у меня получается. Выход из ХТХ. Ну, заимен, что ходьба. Ух. Уж ты совсем-то там, я не знаю. Просто интересно. Ураган, Лайтник Страйк. Такой. Всех. А на бегу, он еще лапами в стороны и все лежат. Ну, это было бы классно. Болевой какой-то животный. Ураган. Тогда я... Хорошо. Я выхожу из ХТХ. Вей меня. Хотя... Подожди, подожди, подожди. Это может глупо. Не надо выходить из ХТХ. Доской меня там будешь убить. Полтора часа. Я за бесплатный мув связываю в ХТХ вот этого. Так он и так бесплатно тебе ничего делать надо. Ты когда экшн делаешь, ты его можешь связать? Ну, просто я вот сюда встану. Чтобы я не был бы связан. Да. Это твои рамки. А это твои рамки. Это логично. Так. Ты не встаю на оверлочь. Такой молодец. Так. Это мув тоже. Мув? Все нормально. Так. Что дальше? Так. Теперь у меня осталось вот тот связанный в ХТХ с Брутом и Нора. Хорошо. Все. Давай. И это была полоса живая. Это была ранена. И что там у меня? Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Черный кубик. 6 плюс. Не попал. Не попал. Фух. Так. Это конечно хорошо. Выхожу из ХТХ и оставляю в каста. Я и в кавере. Да. Ну да. Вышел, но и в кавере осталось хорошо. Так вот стал. Значит и это было первое действие. И второе действие. Я стреляю из автомата в упор. Давай. Ну. Не обосреть. Обосрался. Но это было близко. Черт побери. и было бы круто. Следующее действие. Нора стреляет из пистолета в бруто. Пистолет. Пистолет. Черный. Зеленый. Вот так вот. Стреляет в бруто. Минус один. Минус два. То есть это получается у нее на троечку. Четверочку. Ну. Да. Она попала. Стреляет в бруто. Два урона. Кидай. Плюс один. У бруто. Первая. А третья. Вторая. Третья. Два урона. А. Все. Все слетело. Ну что. Активирую сразу все свои модельки. Давай так. Вот эта собака. Супер мутант. Точнее с тремя ранами. Это вот этот, да? Он выходит из ближнего боя. Реагирует. Бесплатная так. А. Стоп. Ты не можешь ее бесплатно бить. Потому что у тебя собака связана с другим супер мутантом. То есть выход бесплатный. А Overwatch может сработать. Ну тогда я сяну тебя кусаю. Ну это уже реакция на мое интересное. Ты кусаешь вот этого мутанта? Ближайшего? Ну того, который в боисту были. Ага. И я кусаю его получается по шестерке. Да. Ну. По шестерке. Так. Желтый. Зеленый. Сисельки. Я его попадаю. Минус броня. Возвращаю себе action point обратно. На быстрое действие не вернется? А. Все. Он умер. Хорошо. Тогда три урона в него входит. И бутылочка с ним. Если у него был бы. И я не возвращаю себе. Все. Просто в него входит три урона. Три урона. А у него было минуты пять. Значит пять. Он в одной остался. Он в одной остался. Да. Значит супер мутант вышел. И у него есть действие. Да? Так. Давай так. На этот выход раздадим бутылки. Страждача. У него. Блудпак. И игуана битц. Он в себе. В себя может выбить. В друзьям. Почему? Почему как в друзьям? Ну как он из собаку делит. Собака активировалась и пьет из его кармана. Ну хорошо. Давай так. Так. Активируем. У него. Он сам по себе тоже. Он менее болезненный. Хорошо. Оставим его в покое. Тогда он закроется. Просто стрельба в сеттлера. Да. Стрельба с желтым зеленым. На четверочку. Не лопал. Активируем вот этого парня. Так. Получится. Да. Сюда. Кормим его. У него пять дырок. Да? Кормим его большим. А от кого его кормишь? От желтого. Ну ладно. Тебе так верим. Кормим желтым. У него четыре вунды снимается. Остается одна. И чардж. Да. К парню. У него черный и так есть. Ну пускай будет точность. У него два родных урона. Черный будет за силу. А еще один черный за доску. Ну нормально. Так. Этот стрелял, да? И не попал. Да. Остается последний супер мутант. Так. Но он уже. Положился в токен. Вот этот токен вот за ним. Да. Да. Но только это тоже есть. Вот этот остался. Да. Так. Ну давай его активировали. Давай его полечим. Дадим ему три вунды съесть. У него будет две тогда, да? Угу. И еще один. Попал. Два, четыре урона. Три прошло. Так, стой, подожди. У тебя три. Нет, стой, подожди. У тебя было два, два, три. Это восемь. Нет, я уже ползал. У меня четыре сейчас было. И вот этот еще один. То есть, если сейчас вот так вот будет. Пять плюс четыре. А, стоп. Три плюс три. Стоп. У тебя было пять плюс... У тебя было пять плюс три. Это восемь. Если ты сейчас ее не подкормишь, она умрет. Как ее подкормлю? Ну, например, у Норы есть этот самый стекло. Но она на свое действие. А. Тогда она умрет. Она просто умерла. Что ж, монстр. Умер. Так, этот за собой таскает вунды. Все, мои кончились. Это твой четвертый ход? Наверное. Давай четвертый поставим кубик для счета. Шесть ходов, все. Я не знаю, четвертый ли это ход. Я не знаю, кто это скажет. Мистериус Стрэнджер. Да, да. Он не стреляет за нас, но подсказывает четвертый. Давай, нет. Я выхожу из ХТХ. Ну давай, стоп. Бей меня. Ты что, хотел самоубийца? Реально? Так, еще с минус двумя? Нет. Да. И черный не забудь. Я тебя живу, а сила? Да, это сам. Слушай, точно. Не помазал. Блин. ранд фору стран чё ранд они рады пофигу поэтому быстрее бегать сюда потом на красный белье чарль в том-то и дело бессмысленные вести во первых он не сможет сразу чажей то что у него он сможет он походит потом зачаржит и это уже не удар понимаешь да да ну уже лучше не на такой край карты хочешь убежать до сюда контакты закрой карты а потом вообще круто открылись и убить убийца об животе ну вообще там есть в фоллауте есть такая вещь как мины их можно ставить в принципе мог бежать на ходу и бросать за спину мины я бы бежал за тобой не в радиусе действует оттыкался бы на них вообще это что это правильное движение без штрафа да второе ну он же слэйв он понимает как нужно что нужно бежать run for life человек из дробовика стреляет в упор раз черный зеленый пока зеленый кубик нет ни пока здравствуйте ну кубик стрелять ближайшего там 866 нам попал ура два урона кидайте свой defense 2 плюс один не получаешь а стоп на один стоп аж ты не молчал мы в кавере броню в кавере одинаково он ты броню снимал нет нет все должно лишь один урон и снова стреляет тебя огонь попал минус один неважно 3 урона 2 урона у него все ура кассеты что-то смогли на сайтлер до этого собаку убили собаку убила собаку так по светлеру у нас осталось только трое откроем коробочку там что-то дай мне что-то лишь там плацменная мега пушка комбат райфл тоже интересно не хуже чем это лучше чем пистолет который меня как минимум потому что он пользует удалить на поле думаешь и куб и может пробивать на бронебойной пули и он дотягивается и он тогда мы стреляем в него на 4 почему 4 а ну а минус 1 ну как бы в кавере персепшен у меня все 5-й на троечку ну ладно черт этот зеленый а желтый черный так мы попали даже на 2 так и воздревле тебе три урона а у меня два россии ты провалил 3 вороте ваш ни одного да так интересно у меня закончились можно просто обратно собрать все токи на это трупа брать так что чаш не уже не нужен тебе не нужен так движение дурдом у нас там ты-то будет бегать я уже господи нет если угли а и есть плюс относительно хотя не у тебя сейчас же какой дистанции до меня добежал опять так только наверное я не совсем прав попробуем сначала ставить его на месте на суд он добежит я пробую пострелять так чтобы у меня все последний лунда ну ладно ты увидишь этого в него пострелять не нужна либо зеленая дали свой зеленый раз он дотянется не затянешь зеленый что он рядом лежит он длина либо надо синие стрелять два раза по синие ветки ну да ты да карина если да вот он белый кубик и один черный два раза так что они там 4 4 ищем попал 3 урона сейф я провалил по 0 а ты его не убил в хтх обломить тебе ты не выиграл ты просто убил а все это согласно было написано наверно так не надо делать логично и так нельзя делать это уже пострелял ну просто я даже могу с ним согласиться но тогда просто прыгал игру ты на куда нет этих убить фрукопашных нужно а мы не дать тебе накачать воду там еще два хода с ним ждем пока ты не накачаешь воду но ты брута можно брать в угол и сидеть там ну типа того я про это говорю ждать пока ты не провалишь у бабы 8 компьютера 55 пока ты вышки пытаться накачать сколько водой надо накачать 55 но сейчас у меня 5 следует 34 раза почему нет я могу здесь 5 и 5 нет в этих можно качать только когда первый раз нажимаешь эти вот эти два этот 5 и этот 5 концу нет каждый ты который сам сказал пульт когда ты активируешь ты получишь плюс 5 но если новый пульт или каждый пульте одна они одинаковые пульте все пульты одинаковые да когда ты в течение раунда активируешь первый первый компьютер дает 5 2 будет давать по одному это мы и раньше знали а эти дают 5 в конце хода если ты нажал на первом ходу то в конце автомата бы в конце шестого хода уже получил воду всю ну хорошо вода окей я не очень понял тогда в базовых правилах как работают помпы еще раз не надо без поля сейчас в начале не память но и сейчас не очень понимаем зуба не станут на вунда и чё хорошего можно просто пострелять в эту бабу ну давай стреляем бабу первый раз не попал второй раз не попал все этот остался тогда этот черт с черным кубок почему я у него ловил потому что я думал что здесь оранжевый тут и красный не достаточно длинными мои кончились мои экшен и понятное дело я активирую всех ну это ты сейчас дострелишь а это не надо вернуть а вдруг не попадут одновременно что ты а это ты плачешь увести опять бегает супер мутанта но ну стой тебе надо еще и накачивать 6 не накачаешь тоже херня получится сейчас пятый ход поэтому тебе надо одного сеттлера отправить на включение компьютера как минимум этого вывести чтобы я в него не бил вот и бесплатный вряд ли ты как бы не хватит во первых не добегу даже за два движения ну хорошо до этого добега это тоже 5 дает какой как он 5 дает искал что они вот эти четыре дают каждый раз следующий по одному если в этом раунде каждом раунде первый компьютер дает пять а последующие по три раунда уже кончился новый раунд а я у выхожу из хтх так попасть надо по нему 2 черного давать с двумя кубик черниками я стоп это не тот желтеньким и черненьким почему он кувалды бьет черный кубик 2 желтенький смотри вот этот бьет дарут его кувалда желтый два желтеньких черники запасе на слышали на 2 но все вот так вот да давай бачку убил молодец не попал почему семерочка с минус одним шестерочка только минус два шестерочка у него восьмая сила 8 7 6 попал броня минус 1 думаешь 2 нулевая сам да да он умер он уже совсем поймал что все игра закончена до надо вали обещать правила играть не зародится игры на хорошем тиране ну да вот это закончилось но что хочу сказать во первых мы не использовали все возможные правила которые в этой в этом рульбуке даже в базовом находятся некоторые ситуации у нас здесь конечно не возникли мы их не рассмотрели в принципе на геймплей они сильно не влияют но тем не менее какие-то особенности наверняка были упущены к тому же сами видите мы еще только учимся у себя у самих еще здесь у поучиться и надо сказать что в этой обучающей миссии не использовались расширенные правила там где должна появиться колода пустоши здесь у нас было только две стопочки предметов она гораздо шире и нет специальных возможностей для лидеров и персонажей в данном случае у нас даже лидеров я был вообще они тоже добавляют расширяют возможности армии возможно в следующих миссиях а возможно когда вы сами захотите поиграть эти вещи можно будет использовать все спасибо за внимание не делайте читайте правила а это ну да ты должен молочить и это как пойдет но правило в первую очередь и террин конечно тоже важно играть бы не стал террин мне конечно а потому что как вы его поставили полная лажа критика пошла к на пинку